В Минторговле и Интеграции хотели отказаться от предельных цен на социально значимые продукты. Однако внезапно отменили это решение и направили его на доработку. В самом профильном ведомстве появившуюся информацию пока никак не комментируют. Чем это может обернуться? Мы спросим у финансового аналитика Армана Бесимбаева. Он с нами на прямой связи. Арман, вы как оцениваете вот такие решения? Арман? Здесь надо, наверное, все-таки иметь два аспекта. Есть чисто экономический, вернее даже так, финансово-экономический и хозяйственный аспект, о котором надо учитывать. И с этой точки зрения это решение правильное. С другой стороны, да, конечно, есть социальный аспект, о нем тоже нужно помнить. И с точки зрения социального аспекта это было бы неправильно. Так не проще ли сделать вот эти вот отрасли рентабельными? Да, это обернется тем, что цена будет в два раза больше. Но, по крайней мере, там, во-первых, появится хоть какая-то конкуренция. У вас появится хоть какой-то шанс получить более качественную, более лучшую продукцию. Почему? Потому что для того, чтобы встать на полки, им придется друг с другом конкурировать. А конкуренция невозможна без улучшения качества, опять же, да. Ну да, это будет более дорогой продукт. К сожалению, но это так. А как это может отразиться на предпринимателях и потребителях? И может ли это помочь отечественным предпринимателям стать более конкурентоспособными на рынке? То, о чем я и говорил в самом начале, что на самом деле есть, опять же, сухой экономический расчет, в который, собственно говоря, все и упирается, по большому счету. А есть вот этот социально-психологический аспект, о котором я говорил. Да, среднему потребителю, который каждый не ходит в магазинах, то, что будет происходить вскоре после того, как этот закон заработает, то есть, когда цены отпустят свободное плавание, ему не понравится то, что происходит с ценами. Если в эту отрасль пойдет, допустим, в том числе частный бизнес, который начнет этим заниматься, у которого появится какая-то возможность заработать на этом, то это однозначно рано или поздно приведет к росту качества. В конечном итоге, в долгосрочной перспективе потребитель все равно останется в выигрыше. Сколько бы вы не пытались их контролировать, и их рано или поздно придется отпускать. И чем позже вы это сделаете, тем больнее вам будет. И это тоже надо понимать. Вот мы сейчас их отпускаем, будет больно. Могу сказать однозначно. Будем надеяться, что такого не произойдет. Спасибо. Финансовый аналитик Арман Бесимбаев рассказал о попытке отказа Минторговли от предельных цен на социально значимые продукты.